МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Общественный транспорт пустят в объезд. В Барнауле готовятся к ремонту трамвайного переезда на Красноармейском проспекте. Когда там перекроют движение? Лучший офтальмолог страны живет и работает на Алтае. Катаракта – это основная наша патология. То есть процентов на 85 наши пациенты – это больные с катарактой. Что врач называет эксклюзивным подходом? Покорили корейских зрителей. Артисты музыкального театра возвращаются с наградами Международного фестиваля. Километровых пробок в Барнауле наверняка станет еще больше. Хотя, казалось бы, куда больше. Всему виной очередной ремонт. Не спорю, долгожданный. Но все же, на этот раз речь идет о перекладке трамвайных путей на пересечении улицы Ползунова и проспекта Красноармейского. Чиновники из городской администрации уже выстроили маршруты объездов для общественного транспорта. Подробная карта есть на официальном сайте мэрии. К примеру, автобусы будут ходить по улицам Ползунова, Пушкина и Социалистическому проспекту. Движение перекроют по четной стороне Красноармейского. Ремонт начнут с 12 июля совсем скоро и завершат 21 июля. Напомним, чуть ранее автомобилистам рекомендовали объезжать пересечение проспекта Ленина и улицы Пионеров. Там ремонтируют участок теплосети. С 19 июля переместятся на другую сторону. Нечетную движение частично перекроют. А уже сегодня в Барнауле перекрыли воду горячую. Правда, не у всех, у жителей Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов. Это связано с заменой километра магистральных теплосетей. Их износ превысил 50% и, по заверению специалистов, именно это стало причиной роста коммунальных аварий в прошлом году. Сибирская генерирующая компания пояснила, что по возможности потребители будут переключать на временные обводные теплосети. Но это все равно поможет не всем жителям. В целом, под ограничения попадет больше 200 многоквартирных домов. Максимальный срок отключений, как обещают, две недели. Ну, если уж сильно хочется поплескаться в теплой воде, то сделать это можно на пляже. Погода, наконец-то, наладилась. По заверению спасателей, на территории края официально открыто 55 мест для купаний. В Барнауле это городской пляж на острове Помаскин. Водный мир и искусственный водоем на Ленинградское 7. В Бийске пляжей чуть больше – 4. Ну, а мы сегодня решили проверить, какие места для купания выбирают барнаульцы – безопасные или стихийные водоемы. Подробности в вечернем выпуске новостей. Ну, а я продолжу. Как будет выглядеть обновленный дворец спорта. Кто-то скажет, сколько можно возвращаться к этой теме. Но она по-прежнему очень остро волнует экспертов и болельщиков. Это случилось сразу же после того, как в глобальной сети появились фото Титофа-арены. Напомним, эти снимки были представлены во время проведения градостроительного совета. Именно тогда архитекторы раскритиковали новый фасад здания. На этот счет уже высказывался министр спорта края Алексей Перфильев. Теперь мои коллеги спросили мнение главного тренера команды «Динамо Алтай» Александра Усачева. Все-таки им же там играть. По словам наставника, отремонтированный дворец спорта выглядит значительно лучше, но оценить масштаб обновлений в полной мере он пока не может. Всем, я думаю, вряд ли понравится. Найдутся и критики, и тем, кто понравится. Ну, главное, чтобы было внутри. Опять же, чтобы команда изменилась, чтобы было приятно находиться внутри дворца. И чтобы он работал и функционировал, а не стоял, как сарай посреди города, никому не нужный и брошенный. А сейчас сюжет о лучшем офтальмологе страны. Он живет и работает на Алтае. Ольга Смирнова из краевой больницы победила в престижном федеральном конкурсе, что медик называет эксклюзивом в своем деле. Узнавала Анастасия Драган. Так что не затягивайте, чужой, все задние капсулы. Не тянуть время – самый ценный совет в этом кабинете. Его Ольга Смирнова произносит часто, но еще чаще, спустя этапы диагностики, направляет на операции. Если есть опухоль, то она здесь будет. Если есть отслойка, она здесь будет. Если есть кровоизлияние в стекловидное тело, это тоже здесь видно. Среди пациентов не только пожилые. Отслоение сетчатки, травмы приводит сюда и молодых. Жители края вместе с Ольгой лечат всего 8 офтальмологов, они же хирурги. Сама врач признается, что именно в краевой больнице два десятка лет назад пришла к своей мечте – оперировать. И с тех пор потребностей в хирургии меньше не стало. Катаракты – это основная наша патология. То есть процентов на 85 наши пациенты – это больные с катарактой. В день проходит иногда по 20-25 катаракт. Ежегодное отделение проводит более 3000 операций. И в отделении проводятся уникальные операции. Единственное в крае мы проводим операции – это по онко-офтальмологии. Офтальмология и онкология – два узких направления в одном. А Ольга – одна из двух хирургов, которые проводят эти операции. Свой опыт передают в научных работах и с интересом ученого называют каждый только случай эксклюзивом, на примере которого нужно изучать болезни и снижать смертность. Пока диагностика рака глаза очень сложна. Если там есть катаракты, за катарактой просто не видно. Если врач не имеет онкологической осторожности, то он может просто не увидеть эту опухоль. Очень часто больные сидят, ну вот, снижается зрение. Ну и снижается. Ну и ладно, потом пойду прооперируюсь. Вот, а потом приходит там уже запущенная стадия меланома. Каждый год к ней попадает по 10 новых пациентов с онкологией. Так что останавливаться в исследованиях она не намерена. Спустя 40 лет в медицине у лучшего офтальмолога страны по-прежнему много планов. К новостям культуры. Летом их, к сожалению, немного. Известием порадовал музыкальный театр «Края». Артисты покорили корейских зрителей своим выступлением на 13-м международном музыкальном фестивале в Южной Корее. Музыкальный театр показывал спектакль «Скрипач на крыше». А вот Дмитрий Иванов получил титул лучшего актера первого плана. Наши артисты выступали 5, 6 и 7 июля. Всего отыграли 5 спектаклей. Каждый раз в зале на 800 человек был аншлаг. Барнаульские актеры играли на одной сцене с трупами театров из Франции, Испании, Китая, Великобритании, Южной Кореи. Всего на фестивале было показано 23 постановки. Наши музыкальные театры, это очень почетно, пригласили на галоконцерт с отрывком спектакля «Скрипач на крыше». Был заключительный галоконцерт этого 13-го международного театрального фестиваля. Мы открывали этот галоконцерт прям самым-самым первым номером. Велась прямая трансляция этого мероприятия на всю Южную Корею. Поздравляем наших артистов. В завершении выпуска информация для тех, кто строит планы и не намерен откладывать их на потом. Воплотить идею поможет вовремя взятый кредит. Наверняка почти каждый хотя бы раз для этого обращался в банки, которые сегодня предлагают своим клиентам буквально миллионные возможности. Есть ли на них спрос? Вот узнаем. В линейке Банка Восточной есть предложение для физических лиц, потолок которого 30 миллионов рублей. И его часто оформляют для крупных покупок. Например, автомобиля, загородного участка, больших ремонтов. Слово «потолок» можно считать не только фигурой речи. Выдают такие крупные кредиты под залог недвижимости. Например, квартира. Это, по словам работников банка, выдает клиентам дополнительные плюсы. Во-первых, как говорилось раньше, это значительная сумма. Во-вторых, ставка от 9,9% годовых. Третье – это длительный срок кредитования. Суммируем все и получаем ежемесячный платеж, который не нагружает семейный бюджет. Часто с помощью нашего кредита под залог недвижимости гасят ранее взятые дорогие кредиты. Добавим к вышеперечисленному ответ на немаловажный вопрос. Собственник жилья остается собственником. Никакие переезды ему не грозят. Так что, если вы давно строили крупные планы, пришло время их реализовать. Через пару секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok